Из Саратова с любовью на днях в украинский город Донецк отправилась очередная партия гуманитарной помощи, собранная на средства местных предпринимателей. За отправкой ценного груза наблюдала наша съемочная группа. Несмотря на перемирие, жители юго-востока Украины по-прежнему нуждаются в продуктах, детском питании, воде и медикаментах. В этом лично убедились волонтеры и члены казачьего братства, сопровождавшие два предыдущих груза. Больше всего в обесточенных городах ждут такие вот мобильные электрогенераторы. Каждый из них способен снабжать электричеством сразу несколько больничных палат и операционных. Сегодня будет большая часть направлена именно в Донецк, потому что там огромные перебои с водой и электричеством. Город Миленник. Я думаю, что то, что мы привезем, может быть и капля в море, но эта капля очень нужная. Кроме генераторов, в Луганскую и Донецкую Народные Республики отправили лекарства и товары первой необходимости. Гуманитарную экспедицию организовали на деньги местных предпринимателей. Основные расходы и в общей сложности почти 4 миллиона рублей взял на себя депутат Городской Думы и предприниматель Владислав Малышев. Я думаю, что это обычное чувство для любого россиянина. Тем более, что здесь мы видим, как страдает фактически наш братский нам народ, русские люди. А украинцы, живущие в Донецке, в Луганске, мы видим в 21 веке ужасную гуманитарную катастрофу. Поэтому здесь остаться в стороне как-то не хотелось. Хотелось помочь чем возможно. В качестве признания за помощь братскому народу казаки наградили предпринимателя орденом атамана Платова. Теперь им предстоит преодолеть сотни километров по разбитому бомбежкой бездорожью. Добровольцы понимают, каждый день промедление может стоить кому-то жизни. Мы сегодня принимаем груз гуманитарной помощи, который приобретен на деньги, которые передал Малышев Владислав Владимирович. Этот груз будет направлен в Луганск, Донецк, будет сопровождаться казаками великого братства казачьих войск до самого места, то есть до конечного потребителя. Организаторы экспедиции уверяют, нынешний груз не последний. Налаженный канал гуманитарной помощи будет работать, несмотря на хрупкое перемирие. В дальнейшем будем помогать столько, сколько нужно страдающему мирному населению. Будем поставлять медикаменты, будем поставлять генераторы, оказывать нашему братскому, родному народу нашу посильную помощь. Юлия Николаева, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.